В фондах и постоянной экспозиции Ульяновского областного краеведческого музея хранятся лапти разных национальностей. Эта обувь была распространена в Восточной Европе и на Руси в сельской местности вплоть до 1930-х годов. Одна пара лыковых лаптей была подарена музею в 2012 году Елизабет Симон, когда-то ее бабушка Елизавета Гончарова, внучатая племянница писателя Ивана Гончарова, увезла эти лапти во Францию в память о России. Русские крестьяне носили лапти косого плетения и высокими бортами. Мордовские, чувашские, татарские лапти имели низкие борта и плелись на прямую колодку, то есть каждый лапоть можно было одеть на любую ногу. Лапти были просты в изготовлении. Такую обувь плели буквально между делом и злыком, прослойки ствола молодой липы, иногда вязой или ивы, которая находилась прямо под корой. Минус такой обуви был один – недолговечность. В среднем одной пары лаптей хватало на неделю, а на год крестьянину требовалось до 60 пар. В распутицу, когда снег начинал таять, к лаптям пришивались дощечки, то есть прикрепляли к подошву деревянные колодки. Как правило, лапти нас сели с портянками, а зимой еще и с суконными онучами, которыми ноги обертывали до колен. Онучи из конопляной ткани тоже хранятся в фондах музея.